Игру против времени Не успел закончить свою игру в предыдущем выпуске Кирилл Алексеев вновь в кресле игрока Продолжает свою игру, снова здравствуйте Здравствуйте Вот на предыдущей игре мы с вами говорили То, что у вас сначала появилось увлечение заниматься графикой Ну да Самый серьезный проект, который вы делали Вы можете сами припомнить? По графике это оформление для одного оригинального канала Пока что на уровень выше я не выходил Как-то времени нет и пока что скиллов То есть это умение То есть даже региональный канал принял вашу работу, да? Ну да На самом деле, мне кажется, в этом плане тоже надо вам параллельно продвигаться Поскольку вы уже сами понимаете, что в жизни Где-то это ведь может пригодиться, согласитесь В данный момент у меня какой-то творческий кризис Я как-то меньше стал интересоваться графикой И как раз больше программированием Все профессии важны, все профессии нужны Как говорил один советский поэт О да На предыдущей игре вы показали уже хороший результат Пройдя целый круг и два раунда И сейчас мы, я думаю, будем покорять очередные вершины На данный момент это 200 рублей Вы стоите на пороге третьего раунда У вас уже 120 рублей 3 минуты 45 секунд И три замены у вас как были в запасе, так и остались Ну что, готовы продолжать игру? Да Играем Против времени играет Кирилл Алексеев Государственная дума какого по счету созыва Заседает на данный момент в Российской Федерации? Пас Шестого Богом чего в скандинавской мифологии являлся Тор? Пас Громой бури Кто был первым мэром Санкт-Петербурга? Пас Замена Собчак Вопрос замены Какой язык вам понадобится для оформления внешнего вида веб-страницы? CSS Верно Видами чего, по сути, являются конгломераты, концерны, картели и синдикаты? Монополия Верно Участниками какой британской электроник рок-группы являются Дэйв Ганн, Мартин Гор и Энди Флетчер? Пас Замена Это Дэпиш мод Вопрос замены Как называется протокол связи, предназначенный для обмена сообщениями между веб-клиентом и веб-сервером в режиме реального времени? Веб-сокеты? Конечно Ну вот как-то на этот раз начало у вас пошло немножко не очень удача, в принципе, как и в предыдущем выпуске вы начинали вообще свою игру У вас осталось 2 минуты 46 секунд Одна замена, разумеется, поскольку вы две сейчас потратили У вас сейчас 140 рублей, 40 сгораемы, 100 несгораемы Пойдем ли мы на четвертый раунд? Конечно Хорошо Хорошо На 70 рублей первый вопрос Какая природная зона преобладает на территории Российской Федерации? Пас Тайга Какая яркая птица умеет расправлять свой вхост веером? Павлин Верно Со сколькими странами граничит Сан-Марина? С одной Замены С одной Хотел сказать Вопрос замены Какой код состояния HTTP говорит о внутренней ошибке сервера? Пятьсотый Верно Два ответа надо дать Какие из известных островов были названы Колумбом собачьими островами? У вас 2 минуты, чуть меньше 2 минут Канарский струк Верно По какой шкале измеряется абсолютное значение температуры? Кельвина Верно Фух, заставили поволноваться, конечно, особенно с Канарскими островами Что ж, вы не ответили про Сан-Марина, если вы были уверены так Я сначала в голову пишу варианты Твиттера, что одна страна, но потом подумал, что это бред какой-то И вы ведь начали говорить то, что с А И я думаю, что, 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 что Ну почему, говорите, говорите, говорите И все, и в итоге замена Но тем не менее, 170 рублей у вас сейчас есть 70 сгораемые Вы их можете еще потерять Если, конечно, продолжить игру и ответить неверно Вы на пороге пятого раунда Одна минута тридцать одна секунда У вас сейчас есть в запасе Хотите ли вы рискнуть покорить 200 рублей? Да, конечно Хорошо У вас нет замен, вы не можете сказать пас Вы не можете заменить вопрос Одна минута тридцать одна секунда На пять вопросов этого вполне достаточно Времени для раздумья вполне много Первый вопрос Какой народ ранее назывался Тунгусами? Ивенки Верно На какой реке расположился город Санкт-Петербург? На Неве Верно Кто из участников группы Битлз был старше остальных? Леннон Увы Ринго Стар Вот это вот я не знал Несмотря на то, что у меня родители увлекаются битлами Ну тут да Тут если не знать То можно было просто угадать одного из четырех И попасть пальцем в небо Сергей Морозов прислал нам этот вопрос Он сбил вас с ног на пятом раунде На пороге 200 рублей И те 70 рублей, которые были сгораемыми Вы пока Кирилл еще не потеряли Потому что что у нас будет правильно? Гонг-игра Три варианта В одном из них гонга нет То есть там будут все 70 рублей В двух других прозвучит, но неизвестно когда Какой вариант вы выбираете? Давайте второй Второй вариант Я желаю вам выдачи Гонг-игра 14 копеек 1 рубль 80 копеек 4 рубля 50 копеек 9 рублей 70 копеек 29 рублей 70 копеек 29 рублей 80 копеек 29 рублей 85 копеек 29 рублей 86 копеек 52 рубля 21 копеек 52 рубля 71 копеек 52 рубля 71 копеек 58 рублей 34 копейки получилось немножко затянуто 11 рублей 66 копейка получает сергей кирилл как вы думаете что было бы дальше мне кажется бонг 70 рублей сразу было серьезно что вы так кто не рискует тот не пьет шампанское так или иначе поделюсь собственным опытом иногда даже она стоит того но так или иначе и того 158 рублей 34 копейки ваш общий выигрыш поздравляю вас и вам спасибо за игру и в игру вступает влад гусейнов здравствуйте из города анапа он у нас выпускник как ну конечно еще пока не 11 но вы после девяти классов круглый отличник кроме седьмого класса что случилось дело в том что в первой четверти тогда по географии умудрился заработать 4 не было возможности как исправить ну а дальше все уже более менее пошло на лад но я думаю что четверка для вас это не самый лучший результат потому что как-никак 5 раундов по пять вопросов каждому все по-прежнему чем больше денег вы хотите заработать тем больше правильных ответов вам придется дать в качестве темы замен вы выбрали историю корпорации microsoft но мне кажется здесь некоторая логическая связь есть учитывая то что вы насколько я знаю в будущем хотите потечиться на программиста ну и скорее всего почему бы после этого не пойти работать в microsoft правильно да почему бы нет за 5 раундов за 4 минуты я напоминаю вы можете трижды заменить вопрос готовы ну поехали начинаем против времени играет влад гусейнов в греческой мифологии как звали сестру полона пас неспомнил артемида какие синие красные и желтые плоды деревьев имеют относительно крупную косточку опасные сливы какой по счету закон ньютона связывать силу массу и ускорение второй верно ну вот первый ран позади не уверены конечно вас старт 3 минуты 34 секунды играем поехали как называется гнездо на материнской плате компьютера куда нужно устанавливать процессор не вспомню сразу пас сокет какое блюдо по-другому называется студий пас не знаю молодец какое имя носил город самара в советские годы нет не рискуем пас куйбышев как называются знаменитые лондонские башенные часы с боем биг бен верно еще один нужен какой российский император был сыном екатерины второй пас есть еще замена замену павел первый вопрос замены как называется семейство игровых консолей выпускаемой корпорации microsoft xbox верно так что-то у вас как-то совсем не уверенно здесь игра учитывая то что вы отличник даже есть уже чему тереть вам нос оказывается вы забыли историю с истории россии именно этого периода и средневековьями конечно были некоторые трудности не сразу все вспомнишь тяжелое время было не все запомнишь но тем не менее чуть меньше минуты вы потратили на 2 минуты 35 секунд у вас осталось и у одну замену вы потратили конечно же третий раунд на 20 рублей 10 у вас уже есть можете забрать можете продолжить игру что будет делать давайте продолжать чё тогда первый вопрос какой российский президент родился в 1952 году владимир путин верно кто стал вторым магистром игры что где когда пас не максим поташов какая хищная птица используется человеком в качестве ловчий для охоты не рискну пас беркут как называется медведь который просыпается среди зимы начинает бродить в поисках пищи белый медведь шатун надо было как-то рисковать все таких но как видите риск не оправдался да тем не менее 10 рублей вы пока их еще не потеряли гонг игра традиционная наша любимая три варианта в одном из них гонга нет хотя кому я это объясняю какой вариант вы выбираете давайте на каком раунде срезался такой выберем третий вариант третий вариант удачи гонг игра 9 копеек 39 копеек 89 копеек 3 рубля 39 копеек 3 рубля 54 копейки 3 рубля 74 копейки 5 рублей 37 копеек 7 рублей 53 копейки 8 рублей 55 копеек 8 рублей 56 копеек 8 рублей 86 копеек 8 рублей 85 копейки 8 рублей 85 копейки 9 копейки 9 копейки 10 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 копей 187 копеек, 9 рублей, 26 копеек. Как говорится, жадность Фрай разгубила. Пожалели 74 копейки и в итоге остались ни с чем. Да что тут мне 10 рублей? Действительно, прошли бы кругов 10, мне кажется, уже после этого и... Да, тем более все-таки проиграл, ну, недостойно проиграл, но почему бы еще на какие-то 10 рублей отыгрывать, считаю, вообще ничем. Стыдно должно быть на самом деле. Да, мне стыдно. Да, но тем не менее, ваш выигрыш 0, я не знаю, почему я с таким радостным голосом говорю, но спасибо вам за игру. Спасибо большое. И следующим в игру вступает Осет Бесимбаев, прямиком из Астаны. Здравствуйте. Привет. Какая разница сейчас между вами и Москвой? В основном три. То в ту сторону, то в другую сторону. Зависит от выбора места. А второе местоположение тогда какое? Городок в 30 километрах от Лондона, где я учусь. Ага, а где вы учусь? В городке 30 километрах от Лондона. Ну, имелось в виду в каком университете, но да ладно. Осет является одним из ведущих подкаст-шоу «Вместо речи», а также сценаристом, к ней малоизвестный в некоторых кругах игре «Что это за хит?» и гордится тем, что был на съемках утреннего шоу, где гостем программы был не кто-то, а сам Майкл Розен. Хотелось бы узнать, что за утреннее шоу, на каком канале и, в принципе, подробности. Насколько я понял, обо всем этом я понял только когда мы, собственно, это снимали. Ну, просто какое-то утреннее шоу, куда приходят гости, там развлекаются, пытаются тянуть хронометраж и так далее. Но, тем не менее, не только я, все удивились, когда узнали, что там приглашенным гостем был Майкл Розен. Это единственное имя и фамилия, которое я, в принципе, понял. Жалко, ну, он как бы сразу убежал, то есть мы не могли подойти к нему, там, сфоткаться и так далее. Поэтому, единственное, это только сам эфир, который, я думаю, что там даже уже из самих экранов пропал, но я сохранить успел. Но вы же понимаете, что в шоу-бизнесе все расписано вплоть до секунд и время на те или иные дела ограничено. А в нашей игре у вас время тоже ограничено четырьмя минутами на пять раундов. И чтобы пройти первый раунд, вам надо дать один верный ответ. И у меня имеется четыре паса, да? Да, все верно. И прежде чем мы начнем, я хочу сказать то, что ваша тема замен – американские мультсериалы. Готовы? Ну что ж, тогда давайте. Поехали. Против времени играет Осет Бесимбаев. Кем, согласно Конституции, предлагается кандидатура председателя правительства Российской Федерации? Пас. Президентом. Как называется возможность игрока докупить фишки в покере в определенное время турнира? Не знаю, что про покер-пас. Аддон. Как называется операционная система, выпускаемая компанией Apple для мобильных гаджетов? iOS. Верно. Та самая iOS. Пять рублей вы заработали, три минуты тридцать пять секунд у вас осталось на таймере, все три замены на месте. Второй раунд, и вот первый вопрос. В какой стране родился актер Мел Гибсон? Пас. В США. Какой популярный советский фильм начинается с сатирической заставки про создание совершенно одинаковых домов и микрорайонов в разных городах страны? Ирония судьбы или с легким паром. Верно. Какого цвета полотнище олимпийского флага? Белого? Конечно. И вот второй раунд позади, десять рублей же ваша, несмотря на то, что вы не знали про Мел Гибсона. У меня почему-то ощущение, что он в Мексике родился, но ладно. Да, согласен. Посмотрев на него, можно было так же подумать, что Народомску были другой латиноамериканской страны. Три минуты двенадцать секунд у вас осталось, домены по-прежнему на месте, третий раунд на 20 рублей. Играем? Играем. Первый вопрос. Какой основной гормон человеческого тела был открыт в 1898 году американским биохимиком Джоном Джековом Абелем? Ой, буду гадать пас. Адреналин. Что бывает пищущей, дверной и человеческой? Ручка. Конечно. Какой московский театр основал Али Кефиримов? Пас. Современник. Какому горному млекопитающему, знаку с Додиака, принадлежит период с 22 декабря по 20 января? Козерог. Верно. Какой известный язык создал польский врач Замен Гофф? Я думаю, что я знаю ответ, но давайте Замен. Эсперанто, вопрос замены. Фу ты. В каком веке происходит действие большинства серий мультсериала Футурама? Веке 31. Так и есть. Вот знал же про Эсперанто, знал. Ну а почему не ответили тогда? Ну мало ли какой там, я забыл как кто его создал, поэтому когда я услышал эту фамилию, я засомневался. У вас осталось 2 минуты 15 секунд. Вы заработали 20 рублей, что уже можно назвать хорошим результатом и потратили одну замену. В четвертом раунде надо дать 4 верных ответа. У вас есть один пас, две замены. Запас уверенности, скажем так, есть? Моя уверенность такая, если я пройду четвертый раунд, это будет уже здорово. Ну так мы играем? Конечно. Первый вопрос. Какой русский царь получил прозвище Грозный? Пас. Иван IV. Какой планетой Солнечной системы по счету является Нептун? Восьмой. Верно. Памятник какой буквы русского алфавита расположен перед зданием Ульяновской областной научной библиотеки? Йо. Верно. Какой советский космонавт родился 9 марта 1934 года? Юрий Гагарин. Он самый. Какая известная немецкая музыкальная группа была создана двумя братьями, Биллом и Томом Хаулинц? По-моему, я опять же знаю, но я сомневаюсь, поэтому давайте спорим замену. Токио Отель. Вопрос замены. Как называется мультсериал, главной героиней которого является молодой борец с преступностью, одновременно борющийся с проблемами в семье и школе? Это очень расплывчатый вопрос. Поэтому придется, наверное, брать еще одну замену. Кимпец плюсом. Персонажи какого мультсериала? Люди с желтой кожей, выпученными глазами и четырьмя пальцами на руках. Неужели Симпсоны? Не могу не согласиться. Ваша неуверенность опять чуть не сорвала вас с крючка, однако замены пришлись очень кстати, несмотря на то, что вы их полностью израсходовали. У вас 35 рублей, вы прошли четвертый раунд, вы их заработали. 58 секунд у вас на часах осталось, но у вас нет замены. И вопрос такой, будете ли вы рисковать пройти пятый раунд в попытке заработать 100 рублей, которые станут несгораемыми? Я так-то понимаю, что это бесполезно. Я, вы знаете, я знаю, зрители понимают, что я пятый раунд уже не смогу пройти, особенно когда нет замены. Но ведь были случаи, что проходили? Потому что вот я тупил на вопросе про хотя бы Токио Хотел. Вот я опять же про эсперанты, я мог бы на них ответить, но спасанул. Я боюсь, что когда надо ответить на все пять из пяти вопросов, у меня будут большие сомнения. Либо время уйдет. Я точно знаю, что на вопросе я каком-то срежусь. На каком именно, не могу сказать точно. Может на третьем, может на четвертом, может тупо время выйдет, но... Ну пока не попробуйте, не узнаете ведь, как говорится. Ваше решение? Давайте не будем пробовать. Ну что ж, 35 рублей ваш выигрыш, поздравляю. Хороший результат игры, хотя мне кажется, что риск оправдал бы себя. Спасибо вам за столь интересную игру. Спасибо. Увы, Кириллу не удалось достичь третьего круга, как и остальным игрокам второго. Однако, если вы считаете то, что можете пройти больше одного круга или хотите прислать вопрос на игру, заходите в нашу группу ВКонтакте, адрес который вы сейчас видите на своих экранах, где вы можете найти всю необходимую информацию. С вами был Виктор Данилкин, Игра против времени. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин